Маргарита Чопенко. Пленённый мир. Часть четвёртая. Ночной посланник. Глава первая. Двери открылись. В спальню Элизабет лёгкой поступью вошла мадам де Шольт, её ближайшая фрейлина. «Ваше Величество!» — присела она в реверансе. «Его Величество хочет вас видеть к обеду. Они сегодня чувствуют себя как будто лучше». Элизабет в белой просторной сорочке сидела перед зеркалом в кресле с низкой спинкой, в то время как Женевьев расчесывала её длинные волосы широким гребнем. Густая прядь чёрным шёлком струилась в её руке. Лиз знаком показала, что можно приступить к укладке волос. И, не поворачивая головы, заинтересованно посмотрела на Вивьян в отражении зеркала. Встретившись с ней взглядом, та продолжила. «Его Величество брат Энгурант с супругой будут присутствовать тоже». «Они уже в замке?» — удивилась Элизабет. «Да, они приехали сегодня утром с детьми и разместились в левом крыле, как обычно». Женевьев придвинула небольшой поднос с длинными шпильками поближе и начала укладывать волосы красиво вокруг головы. Элизабет посмотрела на залитое солнцем окно. Перехватив её взгляд, мадам де Шольт подошла к нему и толкнула раму. Свежий утренний воздух, прогретый солнцем, ворвался в помещение и заиграл в занавеске. «Как себя чувствует Стефан?» — спросила Элизабет. «Наследник здоров и весел, как обычно играют во дворе вместе с детьми Фрейлин под присмотром Агнетты». Лиза прислушалась к голосам на улице, затем спросила. «Как идут приготовления к завтрашнему балу?» «Всё готово, Ваше Величество. Гости съезжаются. Их кареты продвигаются по аллее для разгрузки. Все хотят остановиться во дворце, Ваше Величество. Правое крыло почти заполнено. Остальные будут размещены в летнем доме. А если понадобится, то и в старом замке. Там, конечно, сыро, но я вчера отдала распоряжение протопить. Всё будет готово». «Хорошо, что с кухней? Как наши повара?» «Месье Карфюн здоров?» «Да, всё в порядке. Мясо уже привезли и сейчас маринуют». «Где Юдас? Почему я его не вижу?» «Он на южных полях. Проверяет клумбы, косцов и газоны. Просил передать, что все тропинки будут почищены до захода солнца. И затем...» «Всё будет превосходно, Ваше Величество. Не беспокойтесь. Нет ни одного угла в замке, куда бы ваша консьержка Мадам Фиф не сунула бы свой нос. Всё в движении и все с нетерпением ждут завтрашний день, чтобы увидеть Ваше Величество и Его Величество короля Франции в здравии и прекрасном расположении духа». «Ах!» – мадам Дешольд замялась в нерешительности. «Что такое?» – поинтересовалась Элизабет. «Ваше Величество, дамы озадачены, каким нарядом отдать предпочтение, одеваясь на завтрашний бал. Каким тонам?» «Я не думаю, что нужно что-то особенное», – протянула Лис. Вивьен поспешно спросила, «В каком платье Ваше Величество обворожит завтрашнее торжество?» Лис, вздохнув и чуть вздёрнув подбородок, ответила «Зелёным». И загадочно добавила «Больше ничего не скажу». Прикрыв глаза, она подставила своё лицо солнечным лучам. Ветер приятно шевелил просторные рукава её тонкой сорочки. Женевьев заканчивала прическу, стягивая и заправляя последние пряди, придавая голове гладкую, очень изящную форму. В наступившей паузе мадам Дешольд в реверансе шаркнула ножкой и, получив утвердительный кивок и жест об окончании аудиенции, удалилась. Глава вторая. «В зелёном», — бесстрастно подумал сатана. «Значит, не в голубом. Значит, она не возьмёт аквамариновое ожерелье в обмен на перламутровую нить. Его бесформенное тело тяжело зашевелилось в тёмном и узком вместилище пещеры. Не торопясь, вытягиваясь и изгибаясь, он выплыл наружу, колыхая в пространстве своими многочисленными конечностями, двигаясь в противоположную сторону от пещеры, по диагонали вверх в свободное пространство бесконечной ночи. Длинная вереница его больших и маленьких округлостей, связанной чем-то невидимым посередине, казалось, не будет конца. Но вот он оторвался от края пещеры, оставив хорошо видимый её силуэт — острый, выдающийся вперёд и вверх уровень, находящийся на самой высокой скале. После непродолжительного продвижения сатана завис над королевским дворцом, распластав своё тело так далеко и тонко, что всякий, взглянув на небо, подумал бы, какая низкая облачность сегодня и душно, наверное, будет дождь. Он выбрал лужайку на окраине дворцового сада, скрытую рядом кустов и деревьев, и, приведя систему в готовность, начал создавать новую версию рыцаря. Вобрав в себя несколько своих округлых конечностей, он вытянул их в очень длинные пальцы. Сложив два из них вместе, на концах которых находилось по глазу, множеством других он начал формировать тело чёрного рыцаря. Чёрные и гибкие, они, как швейная машинка, тыкали в него своими острыми, как шипы, концами. Они лепили, дули, гладили и сушили, ткали и плели, продёргивали и присобирали. Правый глаз беспрерывно сканировал и корректировал, левый руководил шипами, выполняя новые установки. Вот прямые чёрные волосы брызнули пучком в разные стороны и мягко осели под собственной тяжестью. Чёрные брови и ресницы обозначили черты красивого мужского лица с узкими разрезами глаз. Белые зубы выстроились в ряд в приоткрытом рту. Немного загара на скулы и губы. Волосков на нижней челюсти и над верхней губой. На нижней линии кистей рук, на груди и ногах. Гладкий и высокий лоб. На минуту шипы замерли вокруг тела в ожидании подтверждения завершения первой фазы. Сканирование прошло успешно и утверждение было получено. Система перешла во вторую фазу, более визуальную и лёгкую. Создание одежды. Энергетические нити разной толщины гладкости быстро заполнили пространство вокруг ногого тела, создавая слои одежды, которую носили мужчины рыцарского сословия. Все кожаные части, такие как ремень, сапоги, перчатки, были дополнительно пропитаны специальной полужидкой энергией и тут же высушены. Металлические части, такие как шпага, клинок, шпоры, пряжки, браслеты, подковы на каблуках, плавились из металла. Не было энергии, которую можно было материализовать в продукт такой прочности и веса. Сделанные однажды, они хранились в аду, там же, где их отливали. Или их можно было временно спрятать на земле, и если они оставались невостребованы продолжительное время, то они изымались и транспортировались в ад. Так же, как и драгоценности, камни, золото, серебро. Всё ценное, материальное принадлежит аду и никогда не покидает землю. Оно может временно принадлежать кому-то, но всегда останется на земле, на её поверхности или в её глубинах. Всё духовное принадлежит свету. Человек рождён материальным, из плоти и крови, и по определению он принадлежит аду. Но его дух – это временный странник. Его заносят на землю космическими ветрами, и в земном облачении он пребывает свой век, как фермер во время уборки урожая, собирая информацию и поставляя её в центр мироздания каждую секунду своего бытия, чтобы пополнить ею запасы и, возможно, задать новый вектор развития Вселенной. Только после потери материального тела в его духовном состоянии он возвращается к свету, но это при условии, что материальное начало не инфицировало и не убило духовную сущность в течение его материальной жизни. Всё было готово. Чёрный рыцарь теперь стоял в одежде, но она была бесцветной, слишком лёгкой и зависала в пространстве вокруг него, не касаясь его тела. Она была видима, но ещё не материальна. Контрольное сканирование определило завершение второго этапа, и энергетический импульс вдул в неё плотность, цвет. И с этого момента она становилась осязаемой, материальной. Её можно было обернуть плотно вокруг тела, застегнуть на пуговицы, подвязать поясом. Рыцарь был готов. Тёмно-синяя бархатная туника с серебристой оторочкой поверх чёрного узкого жилета, такого же цвета плотно прилегающие бриджи, широкий пояс. Но его наряд не включал в себя металлических аксессуаров, шпаги, шпор и защитные браслеты, что обычно завершали процесс одевания. Правый его глаз сделал запрос в центральный блок относительно металлических частей, и получил ответ. Рыцарь спрятал их на старом кладбище за чертой города вместе с аквамариновым ожерельем. Поправляя одежду и добавляя последние штрихи в обновлённый образ рыцаря, шипы наконец замерли в пространстве в какой-то гротескной форме, и затем по одному стали быстро исчезать. Остался только один, уходящий от тела в траву. Тусклые фиолетовые огоньки пробежали по нему волной и подключили его к системе ремонтного управления. Но вот он отделился и также исчез. Зрачки рыцаря дрогнули и сфокусировались, осознавая местоположение. Он глубоко вздохнул и повернул голову. Глаза осветили тёмное пространство под деревом. Он сделал несколько шагов вперёд и неспеша вышел на поляну. Глава третья. Тёплый вечер летнего дня мягко спускался на землю, преобразовывая всё вокруг. Территория перед замком, украшенная затейливыми клумбами с цветами и дорожками между ними, тихо погружалась в ночную мглу. Фонарщик шёл с факелом. Он зажигал масляные лампы, подвешенные на столбах в разных углах террасы. Но вот на противоположной стороне жёлтый свет, пробивающийся сквозь листву, привлёк его внимание. «Там нет фонаря. Что это светит?» — подумал он. «Может быть, кто-то идёт с факелом?» Он прошёл немного вперёд и остановился. Чёрный рыцарь увидел его в тот момент, когда фонарщик неожиданно появился из-за кустов. Он резко наклонил голову, скрываясь за краем шляпы, и приник к высокому кусту, сливаясь с ним. Фонарщик посветил впереди, но ничего не увидев, с сомнением пожал плечами и продолжил свой путь. Перебирая файлы своей памяти, рыцарь восстановил события утра вчерашнего дня — их встречи с Элизабет и его поспешный уход из замка. Её удивлённые глаза, когда она смотрела на этот аквамарин неземной голубизны. Что было отчасти правда. Цвет был заменяемым и очень удачным в этом варианте. Фонарщик скрылся за углом здания. Оставшись один, рыцарь вышел на поляну и стал искать в траве подходящий камень. В лунном свете камни светились по-разному. Он нашёл один средние величины с острыми углами и, встав на середину поляны, сильно размахнулся и бросил его от себя так, как бросают бумеранг. Камень полетел шумно вперёд, разрезая пространство и оставляя после себя тоннель, рваные края которого расползались в стороны, образовывая большой проём. Как будто ухватившись за невидимую нить, рыцарь сорвался с места и полетел за этим камнем сквозь скалы и равнины. Время замерло. Через несколько секунд он ударился о кромешную тьму, как о стену. Он резко встал на ноги и огляделся, возвращаясь в утяжелённое тело под влиянием настоящего пространства. Он бросил взгляд направо и высветил старый заброшенный грот, притушил глаза и замер, оценивая ситуацию вокруг. Деревья на кладбище шелестели и слегка гнулись под мягкими порывами ветра, тут и там высвечивая в лунном свете низкие могильные камни. Он стоял неподвижно. Шорох и тихий металлический звон донёсся с противоположного края. Неспеша он пошёл по тропинке в его направлении. Не обременённый металлом в своём одеянии, он шёл очень тихо. Он был без шпаги, но кого ему было бояться на этом кладбище? Здесь его все боятся. Он для всех ужас и судья. Дойдя до дерева, разделяющего два могильных склепа, он выглянул из-за него. Да, это был Кшон. Кто же ещё? Эгоист из кряга, похороненный три дня назад, он всё ещё не мог расстаться со своим золотом, сидел рядом со своей могилой и любовался своими золотыми перстнями под луной, что блестели и переливались камнями на каждом пальце. Запустив одну руку в сундучок, с которым его похоронили по его завещанию, он играл золотыми монетами. Вынимая горсть, он ручейком давал им опять скользить вниз, наблюдая за золотым сиянием. Лихорадочно скалясь, он нюхал их, целовал, прижимал к морщинистым щекам. Этот парад и ликование было прервано внезапно тихим хрустом ветки под ногой рыцаря. Кшон замер в ужасе. Он знал, кто это только мог быть и видеть его здесь и в этот час. Сатана. Он бросил монетки в сундучок, схватил его под мышку и бросился за могильный камень. Он не мог удалиться назад к себе в могилу в момент, когда сам сатана смотрел на него. «Я смотрю, ты еще не наигрался?» — услышал он сзади и тут же увидел его огромную фигуру впереди себя. «Сколько ты здесь собрался сидеть?» Кшон боялся поднять глаза. Все, что он видел перед собой, это была кисть правой руки в черной перчатке с торчащим краем поверх рукава и туго стянутая у запястья. Из нее торчали длинные, изогнутые, черные, блестящие когти. «Твое время истекло!» Его пальцы шевелились, как будто он перебирал четки. «Три дня! Твоя душа стухнет! Ты даже мне не будешь нужен! Поднимай свой драгоценный зад!» — прозвучал его чавкающий, скрипучий голос. Он взглянул на трясущуюся от страха фигуру и вдруг сказал совершенно другим, тихим, проникновенным голосом. «Ах, как я тебя понимаю! Золото! Это так сладко! Но ты же знаешь, сейчас ты должен идти к нему, как и все!» Он клоунски вскинул руку вверх в притворно-подубострастной позе и прикрыл глаза. «Не мне определять твой дальнейший путь!» — патетически закончил он. «Но ты...» Его лицо вдруг упало и повисло прямо перед лицом сидящего Кшона, чуть выше его согнутых коленей. «Рожденный быть богатым, попадешь ко мне! Не бойся!» И это... Он толкнул сундучок палкой, и монеты рассыпались и заблестели вокруг. «Ты не можешь взять с собой! Но тебе и не надо! Там, куда ты придешь, этого неизмеримо больше! Там жизнь не для маленьких глупых людей, которые не видят, не понимают красоту и ценность богатых, богатство! Богатство, которое дает власть рвать их на части, отнимать у них все, что есть, делать их больными и несчастными! Так им и надо! Пусть они делятся своими крохами! Это их удел! Они, кто взывают к Богу и отчаянно боятся дьявола, будут бояться тебя, потому что ты есть дьявольская сила! Оставь свои железки! Иди за настоящим золотом, которое никогда не меркнет! Он палкой махнул от себя, как бы указывая направление, и вдруг едва заметная серебристая тропинка образовалась в пространстве. Начинаясь у их ног в траве, она тянулась к краю кладбища и в плавном длинном изгибе уходила вверх. Кшон быстро собирал монеты и складывал назад в сундучок. Когда он закончил, он поставил его на могилу и тот враз провалился вниз. Опустив голову и не смея взглянуть в глаза, говорившему с ним, он начал свой путь по тропе. Проводив взглядом нового путника, рыцарь осклабился ему вслед и повернул назад к гроту. Находящийся у подножия холма, его вход был густо оплетен виноградным кустом. В прошлый раз он спрятал здесь свою шпагу и все то, что не мог унести с собой, исчезнув с земли. Сейчас, просунув руку в лозу и найдя свой схрон, он не спеша прицепил шпоры, шпагу, одел себе на руки браслеты, несколько перстней на пальцы, цепь с медальоном и сложил коробочку с аквамарином в карман. Он также прицепил к поясу несколько небольших металлических инструментов. Закончив экипировку, рыцарь остановился. Его физический образ был завершен. Он взглянул в сторону замка в разделяющую, уходящую за горизонт, темноту. Сняв с пояса один из инструментов, он щелкнул замком и швырнул его от себя в пустоту. Небольшой металлический цилиндр издал хлопок, выбрасывая вокруг себя веером металлические пластины, образующие небольшой диск, вращающийся вокруг своей оси и разрезающий воздух. «Ох и хлопотное дело! Передвигаться в одежде!» — подумал он за миг до резкого прыжка в образовавшееся пространство и освещая стремительный путь желтыми лучами своих глаз. Май 2020 года